Создаем свой аватар в Photoshop. В этом уроке мы расскажем о том, как создать собственный аватар. Это будет гибрид человека и жителя с планеты Пандоры, Na'Vi. Не пугайтесь, это будет очень легко и не займет у вас больше 10 минут. Ну что, готовы? Тогда вперед! Итак, для начала возьмите свое фото, где крупным планом будет лицо. Мы же для примера возьмем фотографию Киры Найтли. Нос у жителей планеты Пандора широкий, особенно между бровями, так что и нам придется его увеличить. Выделите нос с помощью инструмента LASSO, а затем кликните правой кнопкой мышки по выделенному участку и выберите пункт «Скопировать на новый слой». Теперь перейдите в меню «Редактирование, трансформирование, деформация» и растяните выделенную область. Теперь перейдем к глазам. У Na'Vi глаза больше, чем у людей, а уголки глаз немного изогнуты, так что нам придется над этим поработать. Выделите глаз с помощью любого удобного для вас инструмента выделения и также скопируйте выделенную область на новый слой. Теперь перейдите к меню «Редактирование, свободное трансформирование» и с зажатой клавишей Shift увеличьте глаз. Теперь глаз сместился немного, и нам надо вернуть его на место. Для этого поставьте прозрачность слоя 40% и совместите зрачок увеличенного глаза с нормальным. А затем можно снова вернуть непрозрачность слою с увеличенным глазом. Осталось только убрать лишние участки вокруг глаз, которые попали в область выделения. Для этого добавьте слой «Маску» и уберите лишнее. Теперь надо добавить изгиб внутренним уголкам глаз. Для этого выделите внутренний уголок глаза и также скопируйте на новый слой. А теперь с помощью инструмента «Деформация» загните его вниз. Затем выделите зрачок на слое глаз и примените к нему фильтр «Сферизация». Поставьте значение сферизации на 70% и после этого поставьте увеличенный зрачок на место, используя прозрачность слоя. Добавьте слой «Маску» и уберите лишние участки. Проделайте то же самое со вторым глазом. Теперь изменим брови. У «Нави» они выглядят как гладкие темные линии. Выберите бровь и скопируйте на новый слой. Теперь примените фильтр «Медиана». Выставите значение 5 для этого. Добавьте слой «Маску» и уберите лишние участки вокруг бровей. А затем можно сделать брови чуть темнее. Для этого можно использовать инструмент «Затемнитель». Все то же самое проделайте со второй бровью. Теперь объедините все слои в один. Назовем его «Пластика». Дублируйте этот слой и получившийся назовите «Синяя кожа». Теперь в стиле слоя «Синяя кожа» добавьте эффект наложения цвета. Цвет выберите на свое усмотрение и в зависимости от выбранного вами снимка. Получилось, что весь снимок теперь синий. Для того, чтобы убрать лишнее, добавьте слой «Маску» и уберите синий цвет с глаз, волос и фона. Также уберите синий цвет с ушей, потому что далее их необходимо удалить. С губами надо поступить так. В слой «Маске» черной кистью с небольшой непрозрачностью, около 30%, очистить все губы. А затем, небольшой кистью белого цвета и непрозрачностью, около 40%, пройтись по внешней линии губ, чтобы сделать ее темней. Затем добавьте новый слой и зарисуйте фон черной кистью, чтобы ничего не отвлекало от нашего образа. Давайте поработаем с глазами. Для этого вернитесь на слой под названием «Пластика» и выделите глаза. В меню выберите изображение «Коррекция обесцветить». Создайте новый слой над слоем пластика. Зарисуйте радужку светло-желтым цветом. Выберите режим наложения перекрытия. Затем добавьте слой маску и уберите лишние участки. Дублируйте этот слой и смените режим наложения на мягкий свет. Теперь создайте новый слой. Кистью очень маленького радиуса, около 4 пикселей черного цвета, сделайте обводку глаза. Непрозрачность слоя поставьте 15%. Создайте еще один новый слой. Черной кистью с радиусом в 1 пиксель нарисуйте линии на радужке глаза. Затем примените фильтр «Размытие по гауссу». Радиус поставьте около 0,5. Теперь вставьте непрозрачность слоя 15%. Следующим шагом мы добавим ресницы. Они должны быть длинные и красивые. Их вы можете скачать по следующим ссылкам. Создайте новый слой над слоем синяя кожа. Нарисуйте одну из ресниц. Измените ее форму с помощью деформации. Также добавьте еще три. Добавьте слой маску и уберите лишние участки. Глаза нашего аватара готовы. Теперь пора добавить нашему аватару уши. Их можно вырезать со снимка Navi и переместить на нашу фотографию. Переместите их в нужное место и, используя свободное трансформирование, немного измените. А затем, как обычно, добавьте слой маску и уберите лишние участки. Одно ухо явно слишком светлое, а другое слишком темное. Уровни помогут исправить эту проблему. Также для правого ухо можно убавить насыщенность. Для натурального вида розовый цвет уха должен совпадать с цветом губ. Теперь уберем уши нашей фотографии. Для этого вернемся на слой пластика и уберем уши, используя штамп и лечащую кисть. Теперь создайте новый слой над всеми. Возьмите мягкую кисть с непрозрачностью 10%. Придайте лицу нужные форму, черты и объем, рисуя тени черным цветом, а блики белым. Лицо должно быть немного треугольной формы. Для лучшего эффекта откройте картинку Navi, смотрите на нее и старайтесь повторить. Теперь создайте еще один новый слой над всеми. Кистью маленького диаметра проведите линию на носу. Она будет огораживать розовое пятнышко. Вернитесь на слой синяя кожа и полупрозрачной кистью сотрите нос ниже линии. Напомним, что цвет носа должен совпадать с цветом губ. На следующем этапе мы добавим нашему аватару боевую раскраску. Создадим отдельный слой. Для этого вот так нарисуем линии на лице и применим к ним эффект размытия по гауссу с радиусом 1. Теперь дублируйте слой «Боевая раскраска». Для нижнего слоя режим наложения выберите «Перекрытие» и установите непрозрачность в 60%. Для верхнего слоя непрозрачность установите в 20%. Затем добавьте слой «Маску» каждому слою и обработайте линии, удалив лишнее. Теперь настало время волшебства и света. Добавим звезд. Создайте новый слой над всеми. Возьмите кисть с жесткостью 90% и маленьким радиусом и рисуйте звезды. Больше всего их на лбу и носу, но они, как блестки, рассыпаны и по всему телу. Осталось всего несколько штрихов. Лицо получилось слишком размытым, так что мы добавим к нему текстуру. Возьмем стандартную и применим к ней фильтр «Добавить шум». И установим непрозрачность на 30%. Последний этап – это добавление стилизованной надписи. Вы можете просто взять ее с плаката и вырезать. Затем добавьте ее на свой аватар с режимом наложения «Осветление». Вот и все. Осталось только подобрать фоновый рисунок с пейзажами планеты Пандора. И аватар готов. Удачи!